В Дахуке на севере Ирака прошла демонстрация в поддержку создания независимого Иракского Курдистана, референдум о независимости которого запланирован на 25 сентября. Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани отказался уступить международному давлению и требованием официального Багдада отменить голосование. ООН и остальные стороны должны предложить нам альтернативу референдуму. А такой альтернативы нет. Никаких предложений мы не получали. Около пяти миллионов человек могут принять участие в голосовании в этом богатом нефтью регионе. Сейчас он имеет статус широкой автономии внутри Ирака. По опросам местных медиа, более 80% курдов поддерживают создание независимого государства. Нас, курдов, подавляли веками. Мы должны объединиться, чтобы отстоять свое право на создание Курдской республики. Турция и Иран выступают против референдума, так как опасаются роста сепаратизма среди собственного курдского меньшинства. В Стамбуле по этому поводу прошли акции протеста, а турецкие военные провели учения рядом с иракской границей. Парламент Ирака назвал референдум неконституционным. Верховный суд страны потребовал отменить голосование. Этот референдум угрожает безопасности не только Ирака, но и всего региона. Курдские вооруженные силы Пешмерга сыграли ключевую роль в вытеснении боевиков исламского государства с севера Ирака. После распада иракской армии летом 2014 года, курдские силы вышли за пределы иракского Курдистана, чтобы защитить город Киркук. Сейчас Киркук и близлежащее нефтяное месторождение оказалось спорной территорией, и провозглашение независимого Курдистана может привести к этническим конфликтам. В городе нарастает напряженность между курдами и иракскими туркменами. К сожалению, конфликт вылился в вооруженные столкновения после нападения на штаб Туркманской народной партии группы хулиганов, вооруженных автоматами и гранатометами. Соединенные Штаты и ООН призвали иракских курдов отложить голосование, так как оно может помешать борьбе Ирака с боевиками исламского государства. Москва от подобных призывов воздерживается. Корпорация «Роснефть» объявила о запуске крупного инвестиционного проекта, призванного помочь иракским курдам с развитием нефтяной отрасли. Таким образом, Россия стала крупнейшим игроком, оказывающим финансовую поддержку движению иракских курдов за независимость, несмотря на то, что оно может спровоцировать новый кризис на Ближнем Востоке.